Всем привет, ребят! DICE выкатили просто огромный патчноут к будущему обновлению 5.0, вместе с которым, соответственно, мы получим и пятый сезон. Короче, изменений просто тьма, затягивать не будем, поэтому погнали! В начале патчноута нам, как обычно, рассказывают, какие геймплейные нововведения ждут нас в пятом сезоне. Новое оружие, новая карта, обвесы на старое оружие из портала, изменения обвесов на техники и система отрядов. Поэтому, всему же были отдельные видосы, поэтому, чтобы не повторять одно и то же, чекайте старые видео, ссылка будет в подсказке или в описании. Также у меня в телеге есть ролик, где показан весь боевой пропуск пятого сезона, если не смотрели, ссылка также в описании. Заходите, смотрите и, конечно, подписывайтесь, будьте в курсе всех новостей по 2042 в числе первых. И первое, с чего хочется начать, DICE без какого-либо предупреждения решили изменить стрельбу у всех штурмовых винтовок в игре. И, как они говорят, изначально вся стрельба была настроена на большие карты, которые, кроме одной песочной часы, были переделаны под новый, более компактный формат. И текущая стрельба зажимом практически без отдачи на новых, более уменьшенных картах, создает дисбаланс, так как люди ставят хедшоты за 100 метров. Поэтому, как они говорят, в угоду баланса всем штурмовым винтовкам был увеличен максимальный разброс примерно на 15-20%. И что подразумевается под максимальным разбросом? То есть вы зажимаете гашетку в пол, то есть стреляете в полностью автоматическом режиме, и где-то примерно на половине магазина оружие будет достигать максимального разброса, который как раз и стал на 15-20% больше. То есть, если вы до этого всегда стреляли короткими очередями, вы этого даже не заметите, а вот если вы, как и я, всегда стреляли длинным зажимом, вы ощутите это в полной мере. Поэтому придется, я думаю, так серьезно переучиваться. Простыми словами, стрельба стала более скиллозависимой. Про игроки, понятное дело, легко адаптируются, а вот как раз средний класс пострадает больше всего. На мой взгляд, изменения в целом вроде как логичные, потому что постоянно ловить в голову из РМ-68 через полкарты уже порядком подзаебало. Ну, а как будет на деле, надо смотреть. Я не исключаю такой возможности, что они к чертям собачим сломали всю стрельбу. Пока, как они говорят, это затронет только штурмовые винтовки, а уже в дальнейшем они будут смотреть на другие классы вооружения. Далее разработчики добавили новые анимации камеры от первого лица во время передвижения, во время бега. Сделано это было для того, чтобы сделать картинку более реалистичной. Теперь при беге вы будете полноценно ощущать вес бойца и его инерцию, будете понимать, что на нем висит куча тяжелой снаряги. Также анимации бега будут меняться в зависимости от того, какое на данный момент оружие у вас в руках. Например, вы заметите серьезную разницу между обычной штурмовой винтовкой и той же РПГ. Меняться будет только анимация, про скорость самого бега или вход в прицел тут ни слова, поэтому тут я больше чем уверен, все без изменений. Что в целом подтверждает и следующую особенность, что вы можете зайти в настройки игры и отключить все эти новые анимации, если они вам не понравятся. Также, что я думаю, как раз будет дополнять новые анимации, они изменили звуковую составляющую специалистов при беге. Теперь они будут звучать в соответствии с их снаряжением. Правда, не совсем ясно какая тут может быть разница, когда все они плюс-минус одеты одинаково, яйцами брончать вроде никто не должен, так как рыцарские доспехи они не носят. Далее рейнджеру снизили немного брони, теперь он не будет танковать все и вся и при стрельбе по нему из обычного оружия залетать урона будет больше. К метательному ножу добавили небольшого аймассиста, теперь, как я понял, не нужно кидать нож супер точно в модельку бойца, он будет сам немного подруливать на манер, как они сделали с пистолетом фальк. Понятное дело, не так сильно, но небольшой аймассист все же появится. Теперь у каждой гранаты будет свой непоколебимый датчик детонации, и другие взрывы не будут заставлять гранату сдетонировать раньше времени. И если честно, я даже не знал, что раньше граната могла взорваться от чужой взрывной волны. Также они добавили, что для меня, кстати, тоже было открытием, что игроки по-прежнему смогут стрелять по гранате, чтобы ее сдетонировать, то есть взорвать ее раньше времени. И еще последняя правка по гранатам, с зажигательным гранатом увеличили радиус их действия на 15%. Далее разработчики заметили, что как они перенесли датчик движения из пула гранат в пул гаджетов, он стал, понятное дело, никому не нужен, так как есть замечательный ТУКС, поэтому они внесли несколько правок. Теперь за место одного вы сможете носить сразу два датчика, также оба этих датчика можно активировать одновременно. Ну а дальше идет зачем-то нерф. Радиус обнаружения датчиков был уменьшен с 20 до 15 метров. Далее по специалистам. И сначала Каспера. Теперь его дрон больше не сможет выступать в качестве такси. Ни вы, ни ваши враги отныне не смогут залезать на дрон и летать вместе с ним по всей карте. А при увеличении масштаба, правда какого именно я не понял, у дрона Каспера будет появляться тепловое зрение. Потом идет Дозер и тут целая куча правок и багов с его щитом. И в целом я бы наверное все пропустил, но последний пункт показался мне интересным. Дозеру добавили новые уникальные звуки при попадании пулями по его щиту. Из нововведений по Дозеру ему добавили скорость перемещения во время использования щита. Также скорость разворота станет быстрее. Плюс дальность удара щитом была увеличена. Также он сможет передвигаться вбок, используя щит. А раньше разве нельзя что ли было? И при езде на зиплайне он сможет прикрываться щитом. Вроде как Дозера неплохо так бафнули, но лично мое мнение популярности это ему точно не добавит. Нужно было делать что-то кардинально новое, как я говорил раньше. Или дать возможность носить щит на спине, тем самым прикрывать ее от пуль. Или же дать возможность стрелять из-за щита. Хотя бы из пистолета, но с диким разбросом. Вот это действительно были бы какие-то геймчейнджеры. А так, изменения ради изменений. Дозер и так раздражал, что как дятел бежит на тебя со своим щитом. А теперь будет раздражать еще больше. Заранее прошу прощения у всех Дозера-мейнеров, но это реально бесит. Потом у нас идет Ирландец, и его серьезно так порезали. А именно его гаджет. Ирландец, IPS-36, который впитывает в себя весь взрывной урон. И вместо того, чтобы сделать ему какое-то ограниченное количество дамага, который он может впитать. То есть в него прилетело, скажем там, 5 ракет и 5 гранат. Ну, грубо говоря. И после чего, что логично, он должен ломаться. Ну, как бы сделал я. А вместо этого они этот гаджет просто сломали. Теперь при его установке ему нужно время, чтобы включиться. После чего он входит в режим поиска, и как только подлетает первая ракета или граната, он включает режим перехвата. И все последующие 5 секунд, всего 5 секунд, он будет перехватывать все снаряды. А после чего уходит на перезагрузку аж на целых 7,5 секунд. То есть вы понимаете, да? Теперь это просто бесполезная безделушка. Возможно, конечно, если поставить два этих гаджета рядом, они будут работать как-то поочередно. Но опять же, решение максимально странное, когда логичное решение лежит просто на поверхности. Но нет, надо что-то мудрить и убивать устройство. Далее по списку важных изменений идет Санденс. И если вы ее мейните, то лучше присядьте. Потому что Санденс убрали, то есть совсем окончательно, ее противотанковую гранату. Теперь из ее уникальных гранат будет доступна только одна. И вы не поверите, какую тупость они выдумали, чтобы убрать эту гранату. Как они говорят, водители и летчики очень часто путали звук приближения гранаты Санденс с приближением обычной ракеты. То есть вместо того, чтобы изменить звук гранаты, хотя, скажу я вам, разница в звуке от приближения гранаты и ракеты кардинальная. Вообще разная. Я не понимаю, как можно их путать. Но не суть. Вместо того, чтобы изменить звук гранаты, они просто его вырезали. Им они руководствовались логикой, что типа нет гранат, нет проблем. Нет гранаты, нет проблем. А то, что куча людей ее мейнит Санденс, то есть играет на ней постоянно и, соответственно, я думаю, использует эту гранату. И уже знает какие-то различные тактики и уловки, что и как. Дайс, видимо, волнует мало. То есть решение максимально странное, как и само оправдание, если честно. Суть проблемы явно была не в этом. А, наверное, в том, что они так и не смогли настроить правильное соответствие гранаты в руках с ее значком на панели ниже. По специалистам из важных заменений тут все. Дальше идет блок с правками техники. И первое, что бросилось в глаза, это улучшение контроля прицела, если вы сидите стрелком в технике, а эта техника делает какой-то маневр или поворачивается. То есть я думаю, все замечали, что когда летаешь на какой-нибудь корове и она делает резкий маневр или поворот, стрелять из минигана нереально сложно. Вот теперь, по идее, должно стать попроще. А вот дальше просто отличная правка. Ракеты с самонаводкой больше не будут наводиться, то есть лочатся на пустую технику. Но, что важно, если в момент наводки игрок выскочил из техники, автонаводка от автонаведения продолжится. То есть выскочить из танка, когда по вашему танку наводится ракета, чтобы по вам не лупанули, не получится. Ракетам, которые работают по принципу радара, снизили угол захвата целей с 10 до 5. Единицы измерения не указаны, поэтому про что речь не особо ясна. Такие ракеты, если что, стоят на самолетах. Далее болту сделали пуленеприбиваемое стекло. Так, про это я уже говорил в отдельном видео про ребаланс техники. Обязательно смотрите. Ну и про самолеты. Давайте снова скажу, все же правка действительно серьезная. Самолетам добавили новый тип вооружения. Пусковые ракеты. Без автонаводки. Я очень надеюсь, что они будут хорошо работать против наземной техники. 30-мм пушкам на самолете уменьшили разброс. Тоже, кстати, очень весомое изменение. Так как на данный момент они практически бесполезны. Но чтобы нивелировать их улучшение, им добавили скорости перегрева. По основным, на мой взгляд, интересным правкам тут все. Единственное, что странно, я не увидел обещанный Nerf G57 пистолет, который сейчас работает как карманная ппшка, и RM68, с которой бегает буквально каждый. Странно, странно. Но, видимо, не в этом патче. Или они просто забыли про это написать. Хотя, по идее, RM68 должна стать слабее, так как они порезали все штурмовые винтовки. А вот насчет Глока я не уверен. Обязательно пишите, как оно вам. Как вам решение накинуть всем штурмовым винтовкам нехилого разброса. Ну и в целом, пишите, как вам патч. Если ролик был полезен, вы лепите, пожалуйста, лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь, если смотрите впервые. Впереди у нас еще обзор пятого сезона. Поэтому будьте на связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok